В форме положения. Здесь хват. Опять же, хват здесь регулируется чисто своими данными. Это, как все тренеры говорят, берешься по ширине плеть. Как руки висят, так ими. У меня ширина примерно такая. Они проходят около ног. Вот так я берусь. Многие спортсмены берут палец. Я не понимал, для чего это. Я на глаз видел, как к нему можно взять. Здесь уже больше контролируешь взять, когда штанга лежит на груди. Как ее взять? По луже, пошире. Ну, примерно. Всегда понятно. И ты уже от того, что начинаешь тренироваться, вот эту ширину хвата начинаешь для себя искать более удобно. Ну, подожди, я перебью. Тогда, может быть, надо начинать не с того, как вот мы беремся на ширину плеч, а просить спортсмена поднять, взять палочку там или легкий вес на грудь и посмотреть, как он будет там. Нет, ну, всегда изначально ты берешь сначала по ширине плеч, а потом по своим данным на груди ты уже начинаешь здесь немножко корректировать. Это все корректировки, они на самом деле настолько минимальные, здесь более просто, чем в рыбке. Здесь все проще. Здесь у всех разная гибкость. У кого-то, вот как у меня сейчас не размято, но еще более-менее у меня штанга ложится, у кого-то может вообще не ложиться. Значит, можно где-то поуже взяться. Кому-то, наоборот, удобнее чуть-чуть пошире взяться. Это самая ширина платы вы контролируете сами. На груди, как держим штангу? О! На груди. А вы можете держать на плечах, на ключице. Стараемся держать на ключице штангу, соответственно, помогая руки подняв локти, плечи, соответственно, у вас поднимаются. Но у всех, мне почему-то всегда говорили, у меня штанга уже только на ключице. Но это, опять же, исходя из моих данных физиологических. У меня покатые плечи. Да, у кого-то, да. И плечи, ну, сейчас я уже больше раскачался, соответственно, плечи уже, она ложится. Раньше она совершенно не ложилась, у меня только на костяшках лежала. Это ничего страшного, здесь нет никакой ошибки. Лежит и лежит. Главное, чтобы она дальше туда не перетавливала, а то вы можете сознание не потерять. Это самые такие основные. Сейчас я... Берем новичка. Я вообще тренироваться пришла. Тренироваться. Видишь, ты сейчас взял, старайся, пальцы от них не надо. И в замок тоже не надо. Замок только наверху, здесь уже рак и замок. И стараемся видеть, спортсмен, уже довольно сильная, серьезная мышечная масса, и она ему не позволяет подвернуть локти больше. Чуть-чуть можно, ему можно посоветовать взять чуть-чуть поуже. Но это уже идет не от того, что ты, от того, что ты хорошо накачан и прокачан. Но это все можно изменить, все это растяжка. Ты никогда не делаешь этот растяжку, но благодаря вот этой растяжке штанга как раз должна... Здесь хорошо, в куртке не очень видно. Здесь хорошо, видишь, она у тебя на плечи не ложится. Но это за счет того, что ты просто локти не можешь подвернуть. Работать над гибкостью больше, и она как раз вяжет ровно себе на плечи, и все будет нормально. Ну, положение примерно, ты нашел, нормально, вот в таком положении надо брать на грудь. Ну что, начинаем примерно показывать, какие вопросы у нас, у наших телезрителей. Ну, естественно, это исходное положение. То есть, мы опять же подходим к штанге так, чтобы... Все, да, все то же самое, ничего не надо выдумывать здесь. То есть, не надо, не дальше, да? Ничего не надо выдумывать здесь, никаких велосипедов... То есть, зависимости никакой нет. В рывке мы же ниже опускаемся, в толчке меньше. Мы здесь также подходим к штанге примерно, мы же говорим, мы видим здесь, в середине стопы штангу поставили. Подходим, взялись по ширине плеч, как нам удобно, будем потом объяснить, как замок. И тут мы уже примерно начинаем, когда мы только встали, уже примерно уже начинаем понимать, удобно нам здесь стоять или неудобно. Или нам чуть-чуть надо отойти, или чуть-чуть придвинуться. Опять же, от твоих данных, у каждого свои мышцы. Здесь просто надо встать, опять же, в тот же старт, который мы объясняли. Плечи накрывают гриф, уперлись в полную стопу, прогнули спину, натянули руки. Вот, у тебя вот это идеальное положение. Все. У кого-то, опять же, исходя из ваших данных, у кого сильнее спина, тот может чуть-чуть плечи поднять, таз поднять. Тот, наоборот, у кого сильнее ноги, ноги, таз опустить. Но идеальное положение, которое мы объясняем для новичка, накрыли плечами, натянулись, движение началось. Вот это стартовое правильное положение. Сейчас новичка на лучшее. Батер, Только что вспомнили. Забыл. Сейчас нагрузим. Но это нормально, для новичка вполне. Берем шерп, встаем в стартовое положение. Видишь, штанга, она уже, не надо ему объяснять, она сама постепенно, если мы правильно встаем, Как вот, она сама, пусть, тебе в нужное положение начинает подкатываться. И тут не надо ничего выдумывать, там, специально придумывать, как именно надо встать, там, может, миллиметр сюда. Тебе все, штанга сама подскажет. Главное, правильное положение туловища, ног, спины. Давай еще раз. Плечи накрыли гриф, спина прогнута. Вот, отличное начало положения. Прям как с ноги. Да. И потихонечку начинаю ее отрывать от пола. Не надо ее сильно, потихонечку, потихонечку, все, отлично. Он уже первую фазу у нас, до подрыва, выполняет, можно сказать, идеально. Можешь еще раз, несколько раз, вот таких вот тяг сделать. В дальнейшем, ты можешь сам контролировать для себя. Если тебе вот так широко не удобно, можешь чуть-чуть попробовать по ложе поставить. Давай. Так. Ну, умело чем шире ноги, тем удобнее. У тебя, потому что сейчас, я говорю, удобно широко, потому что у тебя низкая пятка. Вот только из-за этого, поэтому тебе надо шире ставить, чтобы полную стопу почувствовать. Давай еще раз поделать. Вот, отличное начало движения. Все вот новичьи такие были. Понимающие. Все. Александр Краснов нам покажет свой. Вот тоже. У него, у Саши, как раз, хорошее выполнение одной из его коронок. Это подъем на грудь. Но у меня вот именно вот такой вот стоп. Но у него, видишь, любит... Но это опять с годами наработано. Ему больше нравится. Это пример действительно надежды. Оно мне подсказало. Да. Ему больше нравится ставить ноги не так, а немножко на стопу так. Может, ему так удобнее. А почему? В каком смысле она подсказала? Она что, что-то в тебе увидела? Возможно, увидела. Не, во-первых, она и сама так поднимает. То есть она по своему примеру порекомендовала тебе? Да. Ну, я просто попробую. Действительно с того удобнее. Я еще и заметил, что я когда хожу, у меня нога идет даже вот, хожу, я носки не разуюсь, а вот всегда вот так прямо хожу. И я вот встаю, так мне удобно. Прямо стоять. Поэтому я говорю, ищите для себя лучшее положение. Никто вам никогда не подскажет лучше, чем ваш сам организм. Вот Саше повезло, я подсказал чемпионкой мира. И он действительно начал брать на 40 кг сразу больше. Ужой себя отец. Раньше в хуй еле брал, но раз и сразу 140 кг. К нашему разговору сейчас подключится. Александр Дмитриев. Александр Дмитриев, тренер детской юношеской спортивной школы. Чемпион Европы, да, по-моему? Чемпион Европы по юношам. Один из сейчас в Москве лучших тренеров молодых, начинающих, специалистов. Такой грамотный, проработавший в фитнесе. Сейчас уже подключающийся к кроссфиту, модному движению. И вот у него сейчас занимается его воспитанник, его сын. Чемпион Москвы неоднократный по юношам. Дмитриев, Денис. Можем, кстати, они нам как раз это второе упражнение помогут немножко разобрать. И помогут как раз на молодом спортсмене. Уже не новичок, конечно, но молодой спортсмен. Вот эти начальные движения. Ну, кстати, у него это не коронное движение, взятие на грудь. Поэтому мы сейчас можем как-то просмотреть, какие у него ошибки. И Александр нам расскажет про эти ошибки, над которыми нужно работать ему. На самом деле это хорошо, что это не коронное движение. Потому что возникают всегда вопросы, проблемы, как это упражнение сделать более правильно. Если нет проблем, если человек чувствует движение, оно, как правило, в дальнейшем сложнее его научить. Потому что оно само идёт. Когда движение не идёт, начинаешь искать те или иные пути, как преодолеть, как не дошить. Сейчас с Денисом, как мы тоже работали, скажем так, остального лет мы начинаем над движением. И выявили ряд определённых моментов именно при взятии на грудь. Да, давай сейчас с самого первого мы сейчас отрабатываем блоком у фаза. Как ты его учил или ты с своими детьми же работал, как ты их начинаешь учить с самого начала? Как нужно подойти к штабу? Как надо взяться? Каким хватом? Как надо к ней подойти правильно? Какой старт? Мне очень понравился принцип обучения. То, что не надо начинать учить со стартового положения. Надо учить. Я это подсмотрел, услышал у Писалевского, у отца. Опять же, привет Писалевским, нашим друзьям. Я перебью сейчас, Саш, немножко. Мы не о принципе обучения. Почему я их перебил, потому что они только что подошли. Мы просто рассматриваем технику как таковую. Просто рассматриваем правильное постановку, но постановка, правильное выполнение тяги, подрыва. Две определённые таза. Да, да. Мы не затратим такие моменты в плане обучения. Я понял. Ну, скажем так, эти ноги в любом случае будут отличаться тем, что таз будет гораздо ниже, ниже и в ротке. Да, там положение. Давай. Если в ротке мы подходим, потом на себе, и движение в основном будет у нас более длинным, да, там и больше будет движение спиной, поэтому таз у нас будет изначально выше. В толчке же мы можем сделать все углы более разогнутыми, да, скажем так, более тупыми. Стать в это положение. Но это ты нам сейчас начинаешь объяснять более профессионалом. Нам нужно понять, как объяснить по фазам начинающему спортсмену, который только пришёл в зал и не понимает. Вот многие Александру задают вопросы. Вот мы сейчас именно разбираем... Да, многие спортсмену, у которых нет тренера, они меня спрашивают... Вот как нам подойти к штанге? То, что я начал говорить, да, оно необходимо для того, чтобы понять самое главное. То, что всё движение начинается со съёма. Если съём не выдержан в правиле угла, то всё движение, грош цена всему движению получается. Правильно. Поэтому как в толчке правильно встать к штанге? Да. Подходим к штанге так, чтобы мы видели, ну, грубо говоря, все фаланги большого пальца, да? То есть, можно так сказать. Ну, я не спрашиваю. Оформим, конечно, что приехал. На фаланге мы твои ветер зато. Да. Задача, скажем так, на стартовом положении, чтобы, скажем так, совпало, даже ближе по центру стопы, как бы, да, там, центр тяжести штанга шёл. Плечи, да, находились на одной линии. Всё, из этого положения… Плечи на одной линии с чем? С середины стопы, получается, у нас, как бы, да, там… То есть, они накрывают гриф. В любом случае всегда должны накрывать гриф. Да. Многие говорят, что надо чуть больше вперёд, как бы, да, там… Ну, чем дальше вперёд, тем больше будет нагрузка на носки, да? На носки, да. Но здесь можно как-то конденсировать за счёт таза, как бы, да, там… Потому что наклон спины будет. Я за счёт того, чтобы… Почему, как мы говорим, таз ниже, то спина должна получаться максимально направленной вверх. То есть, чем меньше мы сделаем угол, да, спины, небольшой угол, да, не ближе к 90 градусам, даже меньше 45, тем ровнее и удобнее мы будем тянуть штангу вверх. Чем больше накрыв будет, тем больше мы будем падать на носки. А как же тогда делать подрыв? Ногами. Толчки, получается… Здесь смысл в чём? Чем больше вес, тем пойдёт в любом случае смещение, да? Гораздо сложнее выдержать положение корпуса прямой. Поэтому к этому надо стремиться, но в любом случае таз будет уходить, да, у нас вверх. Поэтому я на это внимание не акцентирую, что спортсмен должен поднимать таз. Он сам поднимется. Задача его, наоборот, удержать положение корпуса в прямом положении. В принципе, о чём мы и говорили, и в рывке, то что, в принципе, спина выдерживает именно в начальной фазе, она работает как статическая. Мы должны удержать этот угол. А ноги уже работают именно на разгибание. В основном, в первоначальной фазе работают ноги. Как и в рывке мы разбирали, то же самое мы и разберём в толчке. Денис нам показывает, как он начинает фазу. Ну вот, в кинезиологии, два слова немножко, да, есть такое понятие интрофузальные мышечные волокна, которые находятся более глубоко и включаются через 2 секунды после начала движения. Поэтому, если мы форсируем съёмку, такие волокна не успевают включиться. Да, только фазу начальную. Начальную фазу, скажи. Дотягиваем? До приехания. До подрыва. Вот он, видимо, наверное, из-за формы, да, не в тангетах, не в носке. Очень неудобно, да, потому что даже поменяли сейчас штангетки в другой угол. Допустим, ноги говорят, что очень высокий каблон, да, то есть сразу всё меняется. А здесь, ну, не спортивная форма, засильная. Ну, вот, допустим, для меня, вот если мы сейчас будем в процессе споры, разговора, смотрите, я увидел у него несколько, одну ошибку, но Александр говорит, что это не ошибка. Я всё-таки считаю, что это ошибка, потому что у него получается двойное движение. Вот он сейчас встал вот в это положение, и у него плечи, вот как он говорит, вот сюда ушли. И ему просто второе движение необходимо потом нагнуть. Он сделал это двойное движение. Соответственно, это лишнее, которое, может, ему как раз мешает. Ну, значит, так и в рывке накрыв должен сохраняться всё время, да? Всё-таки накрыв должен сохраняться, чтобы мы сработали не как подрыв. Подрыв – это работа, в основном, спины и ног одновременно, синхронно. В рывке больше, конечно, на себя берёт работа спины. В движении на грудь тут уже больше отключаются ноги, да. Но если мы, как вам показалось, этого ошибка, он из-за этого, может, где-то теряет килограммы во взятии на грудь, он теряет этот накрыв, он не получается. Давай ещё раз, мы будем разрабатывать эту же фазу или следующую же фазу? Ну да, вот сейчас мы сделали эту подрыв, и теперь надо рассмотреть, где, в каком месте проходит, ну, сам находится подрыв и сам подрыв. Он же ниже у нас, толчки. Ну, где-то… Ну, где-то принято всем рассказывать, и все тренеры показывают, что подрыв должен быть на середине бедра. Но, соответственно, вот мы приняли правильное исходное положение, начали движение ногами, спину удерживать, вот отсюда у нас начинается разгон к подрыву. Мы начинаем разгонять. У меня подрыв. Это всё зависит тоже от строения рук, длины ног и вот эти все эти данные. Здесь физиологически. У меня подрыв вообще, да, от середины бедра. Он идёт вот. Вот он идёт. Не выше, не ниже. Ну, даже с большим весом ты делаешь все равно, с очень высоким подрывом. Ну, у меня вот он идёт от середины бедра, да. Толчковый. Именно толчковый. Он идёт вот здесь. Толчковый. Он даже подрыв. Я вот только что на середину наступал в адмок. Ну, это тоже. Это же, во-первых, зависит от твоих, да, каких-то физиологических данных, плюс от того, что раньше ты срабатываешь ногами или спиной. Или, может, ты где-то, тебе наоборот надо... Здесь, опять же, в зависимости, допустим, у человека сильная спина, он в любом случае будет движение делать за счёт более сильных мышц. Ну, удобно. Да. Вот я и говорю, что это мы уже не будем разбирать. Это уже в качестве... Отходим. Потому что, когда спортсмен начинает тренироваться, мы уже начинаем понимать, что у него хуже, что у него лучше. И он под себя уже начинает подстраивать эту технику. Сейчас мы просто пытаемся объяснить вот такому новичку, как Батыр, как сделать подрыв... Да, давай посмотрим. ...как, откуда ему надо сделать подрыв, взять это на группу. И все троём мы пытаемся ему научить. Делаешь движение, которое ты делал, стартовое, до подрыва. И вот отсюда... Чуть пониже опустись, чтобы у тебя накрыт был. Вот отсюда попытаюсь разогнать и движение спиной и спиной, ногами сделать единое. В принципе, неплохо. Не надо всем сразу новичкам думать, что именно нужен вот этот удар, чтобы штанга там полетела. Нет. Зазвенело. Это не нужно новичку. Новичку надо понять, что нужно сделать правильное движение. Одновременное, как и в рывке мы рассказывали, одновременное сокращение мышц спины и ногами. Вот. Одновременно. Если ты это попадаешь, у тебя и подрыв, соответственно, получается. Можно чуть-чуть дополнить. Вот это. То есть ты должен прийти в то положение, из которого тебе удобно сделать прыжок вверх. Да? То есть ты встаёшь вот это положение и фактически вот к прыжку готов. Как бы, да? Вот до этого положения надо привести штангу. Вот. Вот. Никакой. Сейчас. Носочки, да, я не ставлюсь. Получается, смотри, вот опять накрывай. Вот чуть-чуть. Но старайся, да, на полную стопу, чтобы у тебя было… Руками, руками не цепляйся в неё. Как только ты начинаешь вот так вот руками цепляться, всё, движения никакого не будет. Просто повисни, чтобы штанг просто висел на руках. И работа ногами и спиной. Всё. Нормально. Отдыхай. Сейчас на микроскопе. Я немножко отступлю. Я по поводу вот принятия именно удобного правильного положения. Что в рывке, что в толчке. Ну, перед надо, грубо говоря. Потому что некоторые там поднимают, начинают вот так вот поднимать. То есть, как… Вы же говорили на том, что спортсмен должен понимать, что он делает. Ощущать, правильно или нет он делает. Поэтому я объясняю вот в рывке. Я ему говорю… Так же берём палочку. Я говорю, представь, что ты вот палочку положил. Ну, за счёт палочки ты опёрся на колени. Вот. Это вот такое твоё должно быть удобное положение. Вот он вот так вот уперся. Получается, и накрыв… Получается, если ты опёрся на палочку на колени, располагается за это разбида. А она должна как бы играть в ключевую руку. Нет. Я ему говорю о самом восприятии. Как он должен поднимать, что вот так вот он должен выходить. Про углы. Да. Вот в это положение. Не так вот он должен идти. И не с большим накрывом. Потому что я говорю, остановись, а он либо вот так вот стоит. Стоит с айпой, у меня ноги устали. Или вот его тащат вперёд. А я ему объясняю, что… Вот представь, что ты облокотился на колени. Вот так вот ты должен выходить на это положение. Так же и в толчке. Я не знаю, насколько это правильно. Это лично… Прыжок – это всё-таки движение динамическое. Если сделать его неправильно, то человек не подпрыгивает. Поэтому он встанет так, как ему удобно приложить максимальную усилию. Да. Но до этого надо подняться. Парень я начинаю сверху обычно. Вот Александр нам сейчас продемонстрирует как раз именно фазу подрыва. У него нормально получается. Именно подрыва, да. Хорошо. Вот он фаза вот эта вот. Вот это и идёт от середины бедра. Давай, давай попробуем пару раз взять на грудь. Пару раз взять на грудь. Тягу сделай, потом его возьми на грудь. Пару раз взять на грудь. Вот это получается. Фаза безопорного тоже полёта. То есть, у меня важно что? Чтобы из подрыва движение всё равно контролировалось трапецией. То есть, вот это движение трапеции надо обозначать. Он придёт правильное пепло управление. То есть, не будет набросывать. А некоторые, кстати, поднимают не плечи, а их уводит разная ошибка. Потому что укорачивается движение сразу. Я просто говорю про плечи, поэтому да, и говорю, что вот эту фазу я обращаю внимание. И я никогда не обращаю внимание спортсменов на то, что они должны выходить на носок. Вот когда начинаешь обращать, ну я это просто по опыту говорю. Сейчас я вообще думаю, что вот на носок начинаешь валиться на носки всё время. Я думаю, что подрыв надо делать с прямой статуей. С как, грубо говоря, прыгать на прямую статю. То есть волей-неволей всё равно, когда человек выйдет на носки. У меня, как раз, просто момент расставления разных акцентов. То есть я всё равно говорю, что он будет выходить на носки. Но он будет делать гораздо ровнее движение. Давай полную обретону сейчас. Сзятие на грудь. А потом мы пофазно попробуем определить, где у тебя ошибки. У меня тут уже немножко другое движение. Нет, ну для чемпиона Москвы хорошее движение. На маленькой весе, в принципе, можно сказать, этих ошибок нет. Но всё равно, мне кажется, чуть-чуть он спину уводит в подрыв. Из-за этого не получается движение вот такое, с полной амплитудой. У него получается, что я заметил, что и в рывке, что и на грудь, оно получается такое движение. У него не летит она. Штанга должна зазвенеть, полететь. И в этот момент он должен взять. У него есть на грудь. Он убирает плечи. И тут, получается, он просто в неё вкручивается. А движение вот этого взлёта и подрыва, оно отсутствует. Мне кажется, всё-таки за счёт того, что он слабо накрывает. Чуть-чуть надо в подрыве побольше. Для того, чтобы хорошо накрывать, надо качать спид. Будет сильнее, сильнее. Да. Это уже каждый, и тренер, и спортсмен, должны принять решение, что ему не хватает спины. Значит, надо работать над этим. Выполнили подрыв. Подрыв мы поняли. Где-то наружная середина бедра. Подрываем. И фаза очень много ошибок. У многих ошибок. Особенно у новичков, да и у профессиональных спортсменов. Это неправильный приём штанги. То есть, как я называю неправильный? Когда спортсмен полностью падает вниз и ждёт, когда штанга ему на грудь прилетит. Смысл такой, чтобы её правильно вовремя вкрутиться в неё, подхватить спину. Перед этим должен быть запорный как бы запорный подсед. Её надо чувствовать. Не надо с ней работать, потому что штанг палит вверх. Её то же самое, как в рывке. Не надо акцентировать внимание и зажиматься здесь. Как сделать так, чтобы она заходила на грудь? Не падала сверху, а сразу, да? Вот это чувство, которое надо тренировать. Именно не падать вниз, а вкручивать. Я говорю это с вами тоже ученикам, потому что мы делаем движение плечом вверх, посылая штангу вверх. И потом, опуская плечо вниз, мы как раз кладём сюда. То есть идёт вот эта связка плечо вверх, плечо вниз и штанга как раз получается. Именно смысл такой, что ты должен её положить на грудь. Не кинуть себе на грудь, а именно ты это должен ощущать, ты должен головой... Ну, заправить руками. Да, ты должен направить и вкрутиться в неё. Где штанга находится, не терять её никогда. Всегда в технике идёт начало одной фазы, да? А потом, в конце, в другую фазу, да? Здесь же, получается, тоже мы закачиваем плечо, и, соответственно, начинаем развивать. Вот у него очень в этом плане хорошо. Мы увидим подъём на грудь идёт. Давай, ещё раз покажите. Вот эта фаза, освобождение и подхват её вверх. Он не ждёт, когда она упадёт на грудь. Он контролирует, сразу её подхватывает. Ну, это, мне кажется, больше из-за веса, да. Давай, Денис, давай, на твоём примере. У тебя там много ошибок надо будет. Некоторые у меня обвиняющие. Наоборот, что надо делать движение короче в толчке. Некоторые настолько его затягивают, вверх пытаются, как врыв, как выше. За счёт этого штанга уже теряет свою начальную скорость подрыва. И получается наброс. Вот об этом мы и поговорим, что в чем отличие взять нагрузку? Врывом два разных движения. В толчке, это более короткое, как Александр сказал, движение. Взрыв, ушёл, крутился. Здесь не надо её тянуть, потому что вес большой. Если ты начнёшь её силой тянуть, шланга просто пойдёт вниз, и ты не успеешь на её крутить. Здесь короткое движение. Взорвался, ушёл. Вот здесь такое движение. Давай, взорвался, ушёл. Видишь, я думаю, всё-таки та же самая ошибка. Немножко выводит, выводя плечи назад, теряется и скорость, и подрыв, а где есть скорость. И ему приходится её ловить, уже как большим весом она уже падает. Поэтому 95% ещё может поведиться. А что процент даёт? Да. Показываю идеальную технику. Это просто надо чувство поймать. Действительно, я чувствую движение. Вот о чём, кстати, мы говорим. Обратим внимание. Разгибание. Разгибание. Вот это. Оно есть. Я сейчас даже на этом движении. Спина не так идёт. Всё-таки немножко она уходит вот сюда. За счёт этого получается амплитуда идёт. Амплитуда идёт. Ну, попробуйте. Да. Посмотрев сразу, перенять. С приёмом надо не разобраться. И ещё такой момент. Перехватом не палец. Можно яйцо новичку? Сейчас он берёт хорошо. Или вообще новичку не нужно браться за замок для того, чтобы не учиться перехватывать, а сразу брать не будет. Повисло. Не нужно. Вдруг три. Ай. Да. Ну, как объясняешь новичку? Нет, всё правильно. Он так и поднимает. Но так как хват становится немножко... Ну, кисти не выворачиваются, а они протяжаются. На самом деле, вот эти все моменты, они как-то для новичков не столь важны. Ничего страшного нету в том, что если он у тебя взят на грудь, Важны более важные вот эти движения, которые мы говорим. Правильно удержать спину, взорваться, сесть с неё. У меня просто гибкости не хватает, чтобы сохранить в замке. Но если даже я постараюсь и сохраню в замке, у меня движение от этого не изменится. Здесь правильно, да, Александр говорит, это больше толчку. Когда мы уже толкаем, мы должны оп, перехватиться, чтобы штан удобно легла. Всё. Здесь, конечно, нужно объяснять, что... А там вообще кто-нибудь обучает телехватывание? Я вот, насколько помню, мне как-то само автоматически. В том-то и дело. Это такие моменты, когда они приходят автоматически. И этому не надо обострять на это внимание. Ты не надо на этом акцентировать, когда ты обучаешь. Это приходит автоматически. У меня есть ученики, которые вот так вот перед толчком на двух пальцах держат. И это не мешает... Ну да, да, да. Поэтому вот эти нюансы, они как бы здесь... Здесь главное именно выполнить и сохранить во всей технике, всегда правильно выполнить стартер положение, сохранить углы и сократить полностью взорваться в момент подрыва. Ну и, соответственно, уйти под ней в грудь. Хорошо, дальше вот. Когда мы взяли на грудь, какое нужно принять положение, чтобы держать штат на грудь? Да, правильно. Локти опущены. Или надо сразу их втащить. Как некоторые ловят на грудь и сразу будут ворачивать. Не, не когда вставать. Вот они берут локти на грудь и сразу кузову садят. Локти не везут в пол. Либо ты внизу. Чем это обусловлено? Нет. Если ты говорим о взятии в сет, здесь главное это правило соревнований. По правилам соревнований ты не должен коснуться локтями и колен. Поэтому здесь не важно. Вкрутишь ты вот так. Нет, так не получается. Или ты вот так вот лед. Это не важно. Главное, чтобы у тебя была прямая спина. Да, прямая спина и ты ровненько встал. Все. Поэтому тоже этот момент это не важно. Кто вот так или так. Это гибкость индивидуальная. Хорошо. А когда встаем и держим станку на груди, обязательно локти на гематилет? Обязательно. Новичкам я даю держать локти высоко. Потому что он маленьким детям, у кого у нас еще дельтовидных мест, иначе он просто припоследно слетает. Уже в более-менее сформировавшемся я стараюсь держать локтами ниже. Вот, потому что штанг у нас отключительный. Да. Руки расслаблены, а не локти встали. Да? То есть штанга должна быть? Локти обжечься. Правильно? Да. Вот перед послелом обязательно надо локти встать. Понимаете? Локоть должен направлять движение. Смотри, некоторые вот так стоят, да? А когда начинают опускаться, они либо заранее поднимаются, либо во время опускания. Но я считаю, как они есть изначально, в всяком положении они должны сохраняться при процессе. Изначально, получается, по биомеханике, если локоть опущен, мы работаем влечом. Если локоть задом вверх, то мы начинаем работать тридцать. Тридцать будет все равно слабее, чем дельтовидная мышца. Поэтому надо подключать более сильные мышцы. Самая сильная. Так что, получается, локоть не держать локоть и опущен? С моей точки зрения, я... Опять же, смотри. Здесь золотая середина. Здесь может случиться тот момент, если ты опустишь локти, то у тебя просто при подседе штанга уйдет вперед. Потому что он сейчас поднял. У него была очень... и есть, она сохранилась эта ошибка. Когда большой вес, при подседе он валится вперед. Соответственно, ему надо постоянно говорить, чтобы он поднимал локти. Чтобы он при подседе сохранил вот это. Потому что по-другому ему не объяснить. Подседай. Он не стал. Даже у меня, в принципе, такая же ошибка есть. Я всю жизнь толкал, у него опущен в локти. Ну и у меня, наверное, были проблемы с вами. У меня тоже. Вот. Сейчас мне потихонечку начали объяснять, что попробуй за счет подъема локтей. У тебя поднимется как раз дельтовидная. Ты немножко выпрямишься и при подседе не сваришься. У меня всегда идет варение вперед. Но это из-за того, что я стою вот так. Это уже индивидуальный подход. Но вообще лучше объяснять новичку, что локти действительно должны быть подняты нормально. Основным критерием будет являться отряжение позвонка вниз, буквально до позвоночника. Потом направлено. Если у нас согнута спина, у нас позвоночник будет направлен вперед. Соответственно, туда и движение пойдет. Если кому-то надо поднять локти, чтобы часть позвоночника этого выпрямилась. Вот эта часть. Вот. Если он стоит, опускаешь локти, то спина немножко наклоняется. И вверх идут чуть вперед. Он поднимает локти вверх. Все. Выравнивается именно эта часть. Вот она и будет являться главным критерием того, куда пойдет шланг. Кому-то надо для этого поднять локти, да? Кому-то грудь достаточно поднять. Потому что по идее, в принципе, да? То есть надо поднять именно грудь. Вот новичок у нас. Давай новичка научим. Да. Тут, кстати, уже и ножницы там. Так что мы-то, понятно, мне даже про ножницы не говорили. Но пока мы только положение на груди. У него, видишь, за счет того, что, опять же, я рассказывал, но за счет того, что у него очень мощный накачанный туз, у него гибкость не позволяет. Надо развивать. Смотрите. На пальчики сваливать. На пальчики. Вот. Старайся выпрямить спину за счет. Еще раз. Разгибай, разгибай. Локти вот. Поехали. Вот. Вот тогда примерно вот такое положение должно быть. Теперь попробуй ровненько подсесть и штамп просто пожать. А, ну ты уже не штамп. Мы даже еще не учили его, а он уже умеет. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот это же три. А то есть, что он сказал? Я, говорит, смотрю. А, молодец. То есть, он даже посмотрел и уже научился. Ну, три таких специалистов. Ну, тогда прежде чем перейти к выталкиванию раздушку сейчас, да? Не, давай по фазу, как должен идти подсест, как в поисках, да? Медленно. Все. В одном положении мы как бы определили, да? Как это должно быть? Дальше у нас будет подсест. Да. Вот что должно быть? Тогда получается, во время подсеста, вот раз мы держим локти внизу, вот так в состоянии. Да. Должно быть неизменным. Оно должно быть как есть, выделено. Так же и сохранится подсест. Основная штука тоже теряется опора. Ввиду человеку лажится. Нет, есть ли, как я говорю, штаммы? Нам сохранить аккуратненько, там, бассейн, положение такое есть. А что с ним? Очень важный момент. Вот когда делаем бассейн, мы его делаем в колене или делаем в таз на ногу? То есть, кому тут садим на лаву? Мы поседаем ровно. Нет, мы поседаем ровно. Не надо ни в колене, ни в таз. Мы как садимся, удобное положение, мы приседаем вот так же. То же самое мы и должны сесть ровно. И так как штанга лежит на груди, а не на плечах. То есть, на плечах, то есть, на плечах, то есть, на плечах, больше будут идти на за счет ободривчатся, за счет передних, то есть, да? Если вы пришли на плечах, то, соответственно, они будут по сути в любое движение. То есть, больше можно было в таз. Иногда некоторые больше толкались. Мои любимые упражнения. Тем более, тем более. Так, если мы можем, в самом деле, трансмонок, все-таки, будут подседки больше, а еще четырехглавные мышцы. Соответственно, они чуть больше в колено будут движения идти. Локти вверх. Движения ровно. Подседки. Только подседки. Вот он. Идеальный подседки. Сейчас, смотри, Горисом, он выполняет правильно. Как только у него большой вес, у него ошибка. Он раз. Подседки. И два. Вот это движение. Это ошибка. Но это у многих ошибки. У новичков. Поэтому, главное, стараться не быстро, не медленно. Главное, ровно подсесть. Тогда и движение вверх потом будет такое же ровно. Вытолкнуть. Да. Сразу совет новичкам. Для того, чтобы научиться делать подсед, надо его делать изначально идеально медленно. Даже самый медленный подсед и подсед с остановкой, он не сильно упройдет толчка. Настолько глубоко. Глубина подседа, скорость подседа. Глубина и скорость подседа, скажем так, уже начинается понимать, и она начинает играть. Это непонятно будет. Новички надо достигать 300 кг. Поэтому подсед должен быть чем меньше, тем лучше. Берем штангу на грунте. Делаем подсед. Одному человеку надо подсесть чуть больше. Но насколько он должен быть глубокий? Судя по ощущениям. Сейчас я толкну пару раз, да? И мы посмотрим немножко. Я могу толкнуть. Опять же, здесь мы можем привести то же самое, прыжок. Вот как мы прыгаем. Удобно для тебя выталкиваем ногу. Вот как ты пытаешься запустить ногу. То же самое выталкиваем. Естественное движение. Чем больше... Вот справился. Чем более естественное движение вот этого подседа, тем оно лучше. Опять же, здесь вопрос... Тем не самым как кузиальным волоконам. Если мы делаем подсед быстро, у нас не включается мышца в полной степени. Если же мы составляем себя сделать медленнее, то мы докапываемся до более глубинных волокон, и мышца работает более мощно. То есть мы как бы растягиваем, создаем такую инерцию, да? Идет растяжение. Первые секунду-две включаются поверхностные волокна. Экстрапузиальный волокон. И потом, когда мы уже подсели, и начинаем движение вверх, выключаясь еще и интрафузиальный волокон. Ну хорошо, а как исключить волокон? Как исключить волокон в колени? Потому что очень медленные. Прям конкретно. Они просто умеют волокон в колени. Делать медленнее. Всем новичкам, еще раз советую, начинать все движения более естественные, как ты садишься на стул, только медленнее. Медленнее. Ну да, я тоже так далее. Я объясняю, чтобы садиться не нужно. Я говорю, не знаю, как ты садишься на стул. Ты же ехали не так вот садишься. Садись в руку. Немножко назад. Сделали подсед, остановились, проверили стопу. Да, то есть, как она держится на старых, на пятнах. Если подсели чуть-чуть уйти в равномерность пределения опоры, значит подсели будет не так. Денис, сиди. Не мастерливый толчок. Генетически заложенный в тебя в крови. Хороший. Соседания. Взять опять отвратительно. Соседания. Взять опять отвратительные. А вот посыл эту, ее как-то каучи. У многих людей посыл пропадает из-за чего? Из-за того, что они, начиная из подседа, уже пытаются делать ножницы. Надо понять, что ножницы – это уход. Соответственно, работа должна быть в полной мере выполнена. И потом, когда мы делаем уход, этот уход идет в ножницы. А люди делают такое движение. То есть они не закончили движение на выталкивание и уже пытаются ножницы. Из-за этого очень короткий подсед был. То есть окончание посылы – это что? Это вставание на носки, да? Да. Поднимание плеч. Вот пока вот этой фазы не достигнешь, никаких ножниц не может быть. А люди многие, они ходят в ножницы, падят в полет. А как это можно почувствовать? Какими упражнениями? Почувствовать самостоятельно спортсмену или почувствовать… Спортсмену, чтобы ему понять… Нет, давайте, например, на упражнение. Вот Александр Невского упражнений продемонстрировал. Давай еще раз покажем. Давай, есть толчок с остановкой, которая как раз показывает… Да, мы можем в этом упражнении прочувствовать, как ноги откуда должны спать. Допустим, остановка 2-3 секунды. 3 секунды остановка. Опустили. Тренер штрет. Раз. Два. Полчок. Либо просто медленный подцеп в течение 3 секунд. Поехали. Раз. Два. Вот такие мы тоже делаем. Какие упражнения? Ну, соответственно, самое распространенное. Есть птичок с жимового. Тоже он каким-то образом, кажется, составляет… Он заставляет именно сработать до конца вот этого движения. То же самое. Да, размещается. Да, да. Слажда… Вот так размещается. Ну, и жимовой иногда даже мешает. Ну, да. Здесь надо залпнуть в середину где-то и спать. Просто довольно ближе к периоду, который идет. Надо выбрасывать полностью. Сейчас я как к этому пришел. Потому что вот как Денис сейчас делает, что-нибудь жимовой нам толчет. Нет, мы говорим, что да. Вот эти упражнения можно включать в определенные периоды, чтобы они вот именно прочувствовать вот это движение. Но не надо на них зацикливаться, потому что они могут в итоге помешать. Потому что по-разному люди делают шунг жимовой. Сегодня мы делаем шунг жимовой ногами. Или мы сегодня делаем шунг жимовой больше рука. Что значит разный шунг жимовой? Берем ногу. И вот я говорю, делаем за счет большей руки. То есть пасть идет не акцентированно, более-менее короткий. То есть на мышцы мы не выходим? Да. Помощь жим. Просто идет жим, тот же самый, да, чуть-чуть, но помогаем ногами. Что это нам дает? Это идет как бы работа больше на плечевой пол. То есть проработка, когда там мышцы рук, плечи. Либо мы делаем за счет ног. Когда руки у меня вообще расслаблены. Более резкое движение. Здесь полная амблитуды. Ночью тут уже выкиданы с ручки. То есть более длинная, более мощная работа ног. То есть штанга у нас идет вверх. Ну да. Я, на самом деле, в своей профессии, когда был в сборной, видел, что Чигишев, Женя и Рома Константинов, они всегда выполняют тренера, как птиченко, всегда давал шелук жимловой, без выкидывной носки. И меня это все время удивляло. Я думаю, как там, зачем они делали. Они делали там килограмм 180, и так спокойненько вот работают. И, в принципе, Женя всегда толкал там веса 250, толкал со стойкой 260. Это не мешало ему. Достаточно этого было. А я там до себя думаю, блин, я там шелукую 210 килограмм, вроде, с этого свыкла. А толкаю там 230 килограмм всего. Почему? Вот, опять же, к тому, что не всегда шелун жимловой может помочь толчку. Тогда он может помешать. Ну, хорошо, держим штангу на блюде. У нас руки выполняют как? Удерживающие, да? Удерживающие. Удерживающие. Мы же сказали. Воксик. Никогда нельзя зажиматься. Если мы зажимаем кисти, соответственно, мы не сможем сделать полную амплитуду. Мы зажмемся, и штанга не полетит. А всегда, это как мы определяем на рывке, на взятии на грудь, никогда руками мы не должны зажиматься. Как только идет зажимание, мы мешаем себе сделать полную амплитуду. Когда мы выполняем сам пассыв? Оторвалась штанга, да? Идет фаз за освобождение. Мы должны в этот момент мощно уйти и подхватить штангу наверху. Руки работают в этот момент? Как? Они должны, знаете, упираться? Просто направление. Просто направление. То же самое, как и в движении, в рывке, в толчке. Вот здесь, они направляют. То есть мы ее только подкинули, а здесь подкинули? Да. Уход. То есть идет работа ногами мощнейшая, руки сопровождают, локоть именно направляют за голову в движении. В коем случае нельзя ее сжать, давить. Если только начнешь давить, просто и движение испортишь. Лиса большие. Большие лица технически ты просто уронишь. Можно больше на ногу толкнуть. Ну вот если мы посмотрим как бы новичков, то есть они больше делают руками. Из-за этого получаются все ошибки. Если смотрим на профессионала, на мастеров, мы уже руки играют простепенно практически с пирогами. Да. Можно подниматься без рук и спокойно на одних хостях. Если у тебя есть ноги, спина. Ну это не значит, что надо тренировать руки. Все равно, конечно, это надо делать. Но ключ в том момент не зацепит. Да что ты размножишься? Да. Ну здесь уже как бы есть два варианта. Это тот же швы, есть нож и все. Давай, давай, разберем. Есть два варианта, даже несколько, три варианта можем их разобрать. Толчка с груди. Разберем наиболее популярный, который практически используется всегда и везде. Это толчок в ножницы. Передний ногой вперед. Угол прямой. Задняя нога как бы и является отвертой. Даже центр тяжки должен проходить ровно по центру. Не смещаться ни на ногу. И назад. То есть спортсмен должен стоять как в секунде, да? Да. У него... Переднюю ногу на заднюю. Как вы включите гибание с себя? Впереднюю ногу. Только в заднюю? Вперед больше. А? Дальше вперед. Нет. Все новички делают так. Надо чуть-чуть подальше вперед поставить. Нет. Я говорю только обучением чисто на проработке без штанги. Да. Ну да. Есть как-то методики, да? Там встается в правильной ужинце человек. Обрисовывается одна стопа, вторая. Дело тоже в положении. Дело и снизу. Плечет сначала как бы сглутается пояс. Без работы рук. Чтобы сосредоточиться на работе ног. Когда уже более-менее как бы работа на автомате. Уже начинает включаться и руки. Переднюю ногу обязательно выворачивать? Ну так больше опора будет. Так у нас появляется еще в одной плоскости. Дополнительная опора в боковом свечении, да? Да, да. Влево-вправо. Пяточку немножко. Ну так, смотри. Так мы стоим как бы в одной плоскости, да? Тебя толкнули в бок в раз. И ты не удерживаешься на увесе. Нет, я считаю это не столь важно. Этот момент, нюанс это тоже индивидуально очень. Главное смысл, чтобы как ты говоришь, тебя не столкнули вправо или влево, это стоять не на одной линии, а стоять немножко в камере лица. Да. Вот так. Если вы стоите, соответственно, на одну линию, неважно, так вы ногу, так поставили, вы в любом случае упадете. Если вы стоите вот так ноги, не на одной линии, вот у вас уже уверенное положение, вы никуда не стоите. И здесь вот неважно, вот это, это индивидуальная особенность. На самом деле, да. Ты можешь и ровно стоять. Главное, распрасываются в таком же... Вот это параллельно, да. Параллельно, чтобы они стояли. Все. В одну линию, можно вот в такую пролить. Ну вот, главное вот в такую. Все, и будет ровненько. То есть, как вы стояли, так же они и расходятся в спиртонах. Да. На шерде плечи. Да. Все правильно. Сзади ногу выворачиваете? Опять, вот про эти вот выворачивания. Не надо задумывать. Вот эти велосипеды... Подожди. У меня один мастер спорта международного класса объяснял, почему надо выворачивать пятками. Когда ты выворачиваешь пятку, ты немножко в тазакетом суставе ногу выворачиваешь и тем самым фиксируешь. Опять, ну хорошо, я не буду это все отрицать. Мы сейчас берем толчок классический для новичков. Если мы будем забивать еще новичку вместо вот этой параллели еще переднюю ногу сюда, заднюю развернуть, он просто запутан. Для начинающих, для новичка, научите сначала правильно четко разбросить ноги и ножницы параллельно. Раз, два. Потом, когда вы это правильно научите, вы уже эти нюансы будете выполнять как вам удобнее. Смотрите, какая демонтация. Да. Не надо этим за голову забивать. Это просто лишняя информация, которая просто запутает спортсмена. Не даст нормально мучиться. Все должно быть просто и четко. Сначала рисуем общий рисунок. Да. Общий рисунок, а потом можно дорабатывать детальки. Они уже... Ну все с ножницами разобрались. Ну и второе, разножку. Есть швунг толчковый. Выполняется вот таким ужином. Уже делается не ножницы, а разножка обычно. А кто как выбирает? Отсет. Никуда. Мы просто выпрямляем. Почему ты разрушил? Это уже... Я считаю, что это уже зависит индивидуально от спортсмена. Если у него хорошая гибкость, то, конечно, и он чувствует очень хорошо штангу. Ему лучше выполнять вот таким образом. Потому что здесь... В поясничном отделе, да, гибкость? Гибкость в плечевом. Гибкость в плечевом, в поясничном, в тазобедре. Я обращал внимание, очень многие стараются, я не знаю, там, может быть, фуммирую них. Если у тебя нет гибкости, и ты не чувствуешь штангу таким образом, не нужно перестраиваться, это только повредит. Оно, это упражнение поможет толчку с груди в ножницы, но не надо полностью переходить на него. Вот если ты чувствуешь, что ты можешь... Вот как у нас тот же Аптео Халер. Он всегда толкал в ножницы и чувствовал, что он мог прийти без разминки и взять там что-то не 200 кг, чтобы утонуть в низкий сет. И потом они с тренером писались и решили перейти на швунку. Он сейчас ни одной промашки не делает. То же самое. Но, опять же, это индивидуально. Это вид подседа, в любом случае. Что можно сделать. Я немножко не говорю по поводу множеств, когда мы делаем. То есть глубина подседа, насколько должна быть. Я считаю, что глубина подседа, это должен быть как живой механизм. В зависимости от веса, который стоит на штамме, ты можешь либо 40 кг делать короткий процед, либо, когда у тебя стоит 150 кг, но рекорд резкий. Он может сделать глубинский сет. То же самое, что и в разношку. Он может швунгоносить не глубоко или как от него в этом сработать более вниз. То есть, конечно, более рационально по физиологии идти на штамме, чем поднимать на большую высоту. Можно делать швунг. То есть, разношку. Разношку просто добавляют до нас лишние опоры. Да. Можно делать не полный сет, как многие выполняют. И, в принципе, как Давид Пиджанян выполняет. И прекрасный выбор. А можно как по китайцам или как телохладу в полный сет. Это уже, опять же, я считаю, в зависимости от твоей гибкости, от твоего чувства, штамма. От координации. От координации. В этом особенности, это сего с ног. Потому что, можно просто один раз поставить за штамм. Конечно. Здесь у кого сладые ноги, здесь ни в коем случае нельзя. Это будет вряд ли. Вот нога, шву, сетка. Мне помню, ножницы. Да, да, да. Все-таки ножницы, они как бы дают некий как банш преимущество удержания. Да. И здесь, конечно, когда делаешь швунг, есть любая ошибка, и ты не сможешь ее удержать. Она упадет, и все. Ножницы ты можешь как-то ее половить. Уйти сюда, уйти сюда. В свободном положении ты можешь искать. А таз – это центр тяжести. То есть под каждую ошибку есть свое какое-то подводящее, тренирующее упражнение. Все с ними делают то, что надо взять и ногу. Давай попробуем. Сейчас полностью делаем, полностью толчок в классическое упражнение. Взял на грудь и толкнул с груди в ножницы. Приставил ноги, отпустили. Ну, если для новичка, да, мы ему еще не объясняли, как правильно, вот, мы с груди увидели, да, ошибку все. Так что с груди, когда ты толкаешь, ты сначала переставляешь переднюю ногу, потом переставляешь заднюю ногу, не опускаешь. Если начинается вот это движение либо сзади сразу ноги, либо передней ноги, бывает, что равновесие можно не удержать, а штанга просто упадет. Здесь аккуратно надо потихонечку выставлять сначала переднюю, потом заднюю ногу. Так, в принципе, неплохо. Ну и на грудь попробуй взять не в стойку, а в низкий сет. Сразу. Спасибо. Ниже. Ниже, она не помнит. Можешь, скажем, не супер глубоко, если не взорвать. Ну, переднюю ногу. Ну, штанга не над головой, чуть-чуть надо висеть туда подальше. Уже два парта сидит вместе. Угу. Все, опускаем. Для него можно придумывать все те же самые упражнения, что и врывки предположим. Взятие сплинтов на грудь. Оно будет отрабатываться дополнительно. Я вижу, что вы чего-то после хватает приседания на груди. Приседание на груди со штангой мы можем... Ну, это как бы не просто. Надо записывать. Приседание со штангой на груди. Взятие со штангой с плинтовой. Толчок со стойки или на грудь. Самый вариант для него. Сейчас нужно отрабатывать, правильно сказал Александр. Приседание на груди. Просто несколько раз по приседанию на груди. И за счет этого у него будет развиваться гибкость сустава. Куда таз уходит? Правильное положение таза. В этот сет ты должен брать штангу. Понимаешь, что если таз у тебя уходит назад. Иначе ты бьюшь колени больше, да? И толкаешь сейчас. Толкну. Вот уже поровняю и толкаю. Толчок со стойки. Вот несколько раз еще раз. Красно. Толчок со стойки. Ну просто бери нагрузку. Несколько раз. Давай сделаем. Для толчка классического можно использовать, во-первых, шлук жимовой. Несколько раз шлук жимовой сделаем. Опять же шлук жимовой, как показал Александр Вячеславович, без выхода на носочки, просто руками. Есть именно с выходом на носки полная амплитуда. Шлунг толчковый. Давай шлунг толчковый покажем. Тот же толчок, только несколько раз. Это отдельное упражнение. Можно их комбинировать, можно использовать. Ну и классический толчок со стойки тоже можно задействовать. Вот видите, у него опять же ошибка такая, что передняя нога у него тормозит, а двигатель старается впереди. И вся нагрузка у него на нее. Очень распространенная ошибка. По-моему, что на душе? Я не считаю, это ошибка. Ну, не считаешь? Ну, Александр Вячеславович, у нас все время топал. Наоборот, когда движение идет резко и ножка, акцентированно. Это получается какое движение? Что ты как бы поднимаешь ноги, да? Оно поднимается буквально на минимем. Достаточно. Получается то, что... Почему хлопок получается? Потому что сперва передняя нога с пяткой, вторая нога с соткой. Я считаю, это более логично, потому что опоры идут в первую часть пятки, да? Передаются через вольт. Оно... Движение должно быть мощное и взрывное. Если оно вот это будет плавое, значит, ты уже сработал невзрывно. И очень плавое. Скорость ты уже ушла. Все, у тебя не получится. Это взрыв, это скорость. У него все время вот в детстве акцентирован вот этот толчок и именно акцентировано на ноги. Смотри. Сразу чувствуется этот взрыв, эта мощь и скорость. Не просто прыжок. А зачем это обязательно толкать? Неужели нельзя просто... Смотри. Попробуй толкнуть, не... Ведь у нас скорость ухоза... Все. У него скорости сейчас нет. У него скорости нет. У него получается медленный и с вами толчок. Ну, приведу простой пример. То есть фигурки, которые вот так вот раздвигают, и человек опускается. Ну, такая фигурка где-то... Ну, такая там... Ну, да, да, да. И вот так можно сказать, что можно... Чем... Эээ... Вещи ты расставишь ноги, не расставишь... Ой... Не потокаешь, а вот не расставишь. Темы... Одновременные вещи будут ходить лучше. Нет, просто смысл... Я понял. Мы говорим в одном том же, о скорости разброса ног. Угу. Да, то есть колопол только получается из-за того, что пятка чуть-чуть это режает носок. Все. А на скорости разброса ног, мне кажется, колопол там никак не дает. И... В чем, почему... Ну, короче лишь бы не было явно выраженного такого, да? Не было. Ну, да. Лучше, если не должен... Крыгать! Вот так вот, отрывать, да. Ты просто должен разбросить ног. Быстро. Как у тебя там с колополом это получится? Ну, что получается по скорости... Ноги от помостка он тоже зарегает. Потому что более рациональное движение, чем ближе, тем лучше. Это не ошибка. Ну, короче, так у колопол и о чем не говорите. Ни о чем не говорите. И на этом не надо, опять же, акцентировать внимание. Ладно, чтобы не было того, как у него забыли ноги. Да. Должно быть четкое, ровное движение, быстро и мощность разной. Все. Опять же, то же самое. Если ты делаешь до конца выталкивание, и уже начинаешь делать уход, у тебя нога будет. Опять же, нога уйдет, если ты едешь в фазе полета, в фазе выталкивания, ты начинаешь ногу вперед ставить. Она и пойдет на твой верх. Понимаешь, а если ты будешь делать уход уже, она уже не никак не подлетит. Уходы еще, кстати, можно использовать. Уходы любимые упражнения Александра Краснова. Александр, покажи. Приседания множество, но и все легко. Они как раз, вот эти все упражнения, они работают на гибкость плечевого сустава, на то, что было, не приседания, а уходы. Ну, вот это вот. Это приседания. Ну. А-а-а-а. Тело и какими-нибудь уходами. Ладно, швоны в сед делаем. Швоны в сед делаем. Швоны в сед. За счет этого такого ухода, в сед, мы достигаем вот этого четкого и ровного подседа. Если он подсядет неровно, то она уйдет или вперед, или назад. Ну, или уход в ножницы. Маленький вес. Чуть-чуть это такая небольшая ошибка. Специально. Швоны пошла вперед. Сказал так. Акцентируем, какие могут быть ошибки. Ну, то же самое, что я показывал в руке. Я, во всяком случае, включаю тренировки. Как бы я и рассказывал, сначала есть с мертвой точки, то есть без всяких вспомогающих движений. Уход. Уход всех, да. А потом с выходом на носки я работал. То есть мы стоим, например. Сначала напрягаются плечи, руки, и потом делается уход. Потом точно так же только задаем небольшой ритм движения. Встаем на носки и делаем уход. Это упражнение, мне кажется, как способ разгрузки ног. Да, да, да. Ну, уход на разгрузку. Ну, нет, для новичков это хорошее упражнение, которое нужно использовать. Ну, очень сложно его. В принципе, да. Новичкам он, стоя с нуля, никаких движений не делает, что-то сделать. Ну, вот, может сначала попробовать так, с ланцом на носок, с ланцом. Ну, и то же самое, как вот в руке. На грудь тоже. Да, то же самое, как на грудь. Ну, естественно, да, 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 да. Скоростные качества, они не обязательно должны рассматриваться. Просто с мёртвой точки начинаем движение руками. И с небольшим, ну, можно уже увеличить вес и с небольшим наклоном. Вот так же. Штанга не опускается, а остаётся возле бёдя. У меня такой вопрос к вам. Будете выдавать, скажем так, новичку толчок из-за спины, из-за головы? Я всегда был против. Я даже на собственном примере. Ну, у меня потапливают плечи, как он близко себя говорит. Мне, во-первых, было неудобно. И я считаю, что толчок из бульдей, это, ну, физиологически ты тренируешь, ну, должен быть наиболее близок к технике, которую ты поднимаешь. Либо по кривку, либо по толчку. Либо говоря, на толчке плечи эта штанга смещается значительно назад. У тебя по-другому начинают... Подсек долгой. По-отсек долгой. Мышцы по-другому работают. Поэтому я, например, когда готовился, я сознательно исключал эти упражнения, и сейчас... Но я считаю, что они очень значительно отличаются от того классического движения, поэтому... Я сейчас так не использую. Ну да. Может, его не издали. Нет. Но с другой стороны, за счет толчка такого скрич можно добиться больших результатов. Имеется в виду, что больше веса и... Да. Ну, пусть и в этом, но ты психологически даже уже будешь переносить это на толчок классически, потому что там можно намного больше. Ну и ножницы. Все равно они будут разброснуты. Да. Может, движение будет менее сходно с классическим, но с другой стороны, ты уже психологически будешь понимать, что я могу толкнуть, предположим, толкал 100, а здесь со 100x-стреч толкнул 140, значит, я и с другими уже не могу здесь оттолкать. Но как-то чисто психологически это может... Это не должно быть за основу. Ну да. У нас есть генеральный... Но можно в крючатке, в принципе, ничего в этом такого нет. Нет плохого. Не надо думать, что это упражнение действительно... Поможет нам. Поможет нам. Поможет нам. Поможет нам. Согласен.